Добрый день! Прошлое видео было 2 недели назад. Этому есть объяснение. Я снимал очень сложное по подготовке, по сценарию видео. Оно выйдет в следующем. А сегодня я вам расскажу о своём бизнесе. Бизнесе, я бизнесмен, как видите. Для понимания моей компетенции в технике Apple, я вам расскажу немножко предыстории, чтобы было понятно вообще мой уровень интеллекта в данном вопросе. Началось всё где-то в 2020 году, осенью. Моему бате захотелось купить iPhone. Потому что это такой неизведанный лес, где ничего не известно и вообще очень даже интересно. Интересная пиздец. Ну всё, смотрим. Листа от Avita там периодически смотрим, какие есть предложения. Бац, мы видим iPhone 7, 128 гигабайт за, по-моему, 7000 рублей. Нехивое тактое предложение, потому что, ну, нормальная цена такого телефона где-то от 12 до 15 тысяч, в зависимости от состояния. Всё значит, встретились с каким-то шнурём в какой-то подворотне и взяли этот замечательный телефон. Я тогда первый раз взял этот вот iPhone. Магия абсолютного. Я до этого пользовался Android'ом. Asus Zenfone Max+. Ну, это просто чудо какое-то. Плавность интерфейса, отпечаток в кнопке. Это какая-то магия вообще. Покажи, пожалуйста, правую руку. Блядь, он ёбаный волшебник! Он был весь коцанный, там были такие пятна на экране. Но это нормально для телефона. За такую цену 8000. Папа пользуется, говорит, всё, не могу пользоваться Android'ом. Хочу iPhone, хочу iPhone. Так мы и подсели на яблоко. Так и становятся наркоманами. Ну, всё. Мы захотели чего-то больше, чем просто 7-ой iPhone, потому что мы понимали, это не последняя модель. В общем, после папиного iPhone'а, я уже где-то сам в феврале, у видеоприложения 7-ой iPhone стоит 3500. Цена его обусловлена тем, что он не работал. Но меня это не смутило. Я такой, окей, я босс. И смогу его починить. Слава богу, я не ушёл с ним в минус. Я заработал. 300 бакс. В принципе, я начал свою историю бизнеса. Это называется перекуп. Я осуждаю. Я конкретно осуждаю. Это неправда. Всё-таки перейдём к самой сути видеокролика. Кто мне пишет? Ещё и TikTok отправляю. Сейчас, что ли, я не смотрю TikTok. Давайте начнём, наверное, вообще с того, для чего мы здесь все собрались. Это деньги, money, cash. Уху. В общем, в принципе, чтобы вам начать зарабатывать на таком простом достаточно бизнесе, вам нужно быть живым. Это самое главное. Мить руки, ноги и голову на плечах. Это всё понятно. Нужно, чтобы вы не совсем жили в дыре. В общем, чтобы в вашем городе было от 100 телефонов и больше. Вам нужен также начальный капитал. Я рекомендую начинать от 3000. Это прям минимум. Умение анализировать рынок. Уметь вообще понимать, что вот ты, если купишь это, то сможешь это продать. Потому что совсем говно тоже покупать не стоит. Совсем говно это в основном старые модели какие-нибудь. Или наоборот очень дорогие. Потому что в России, как известно, денег, как известно, нет. И если будете покупать сильно дорого, не факт, что у вас купят вообще. Ну и умение считать до 100. Это как бы вообще без этого вы что сюда зашли-то? Как вообще забили заработок в интернете 2021? Давайте отложим у вас четкий алгоритм, как нужно действовать. Как нужно продавать, собственно, айфоны. Вот возьмем условно у меня. Я такой беретный шмен. Хочу продать много айфонов. Отлично, хорошо. У нас есть капитал, ну допустим, 9 тысяч рублей. Я вижу, о, отличное предложение. Айфон 7 стоит 6 тысяч рублей. Вообще, если цена не в же рынке, то он стопудо будет с какими-то косяками. Это может быть батарея, это может быть экран. И трещины какие-то, херещины. Может, вам вместо телефона хотят продать залупу. Фальшивка, ебаный. Но это не важно. Вы как бы зрячий должны быть. И вы должны увидеть вообще, что это телефон. В общем, все, будем отталкиваться от этого телефона. Мы его, пожалуйста, купили. Даже торганулись немножечко. Мы переходим к следующему пункту. Это подготовка объявления. И тут, главное, не жестко бросаться в кабелье. Вот это да, бля. Потому что большинство объявлений, вот по моему опыту, сфотканы, вот как будто, не знаю, человек положил телефон на стол. Бежит параллельно в туалет. Такой, ху-ха, че у нас тут? Уже обратно побежал, садится за компьютер. Ху-ха. Фотография отвратительная. Все, хорошо фоткаем. Желательно по разными углами, чтобы, в общем, привить фотографа в себе. Ну все, мы телефон сфоткали, выставили. Желательно выставлять на две площадки. Я не буду называть их имена. В общем, вы выложили, и тут, ну, следующий этап, как бы, просто ожидать. Я думаю, у россиян это очень хорошо получается, поэтому, как бы, ну, вообще никаких проблем не составляет. По опыту, телефон уходит где-то, ну, за две, за три недели. Ну и все, мы, как бы, его продаем. У нас его немножко сторгуют. Как бы, торговаться нормально, вы сами торгуетесь, че вы. И, пожалуйста, у нас сколько мы, получается, его купили за пять тысяч, покупать за восемь пятьсот, как бы, окей, no problem. И мы получаем чистым, чистой прибылью, получается, давайте посчитаем вместе. Здесь не будет где-то. Сколько это будет? Три пятьсот. Вот, мы зарабатываем три пятьсот какого-нибудь школьника, который чуть-чуть разбирается в телефоне, рассчитает неплохо. Лично мой доход от айфонов, я, получается, начал продавать с февраля и до апреля, потом я купил себе очень известный телефон на моем канале, Poco X3 Pro. Я продал четыре айфона, заработав девять тысяч шестьсот рублей за, получается, ну, сколько? Три месяца. Достаточно неплохо, я в шоке. Я ваху, вообще. Подкопить годик, за год, мне кажется, вообще спокойно можно сто тысяч заработать. Это только первый период, потом у меня был перерыв, и вот уже в следующий раз я, продав пять айфонов, не четыре, почему-то показал десять, но не важно, заработал десять тысяч семьсот рублей примерно, плюс-минус. Как бы всё зависит, на самом деле, в этом бизнесе отлично от вас, может, вы как-то будете торговаться как зверь, вы можете там, не знаю, менять экраны самостоятельно, но это уже как бы индивидуально идёт. Вы школьник, вы что-нибудь придумайте, захотите жрать, точно что-нибудь придумайте. В общем-то, всё, на самом деле, я вам не рассказал о каких-то супер-мега тонкостях. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на прошлом видео, на позапрошлом про Poco X3 Pro, 1100 просмотров. Давайте, чтоб ко мне рекламодатель пришёл, ё-моё, я тогда буду видео-кролики только так, по конвейеру записывать. Кекачи в комментариях, что-нибудь такое смешное, чтобы мне ещё монтировать видео, блин. Вот, всех целую, до следующего видео, следующее видео выйдет очень-очень-очень, я надеюсь, что скоро, она очень огромная, я очень сильно реально старался, целый месяц записывал, это должно быть просто пушка. Я надеюсь, вы подпишетесь и поставите лайк, ну всё. Субтитры сделал DimaTorzok